Сегодня в Красноярске прошло торжественное открытие финальных соревнований школьной спортивной лиги. В этом проекте принимают участие около 600 юных спортсменов из 54 школ со всего Красноярского края. На открытии побывал губернатор края Лев Кузнецов. Он пообщался с представителями спортивных клубов, а также с участниками соревнований. Вспомнил, как сам играл в детстве в футбол и поинтересовался, насколько спорт увлекает подрастающее поколение. Эти навыки, которые вы приобретаете сегодня на спортивных площадках, поверьте, вам пригодятся в жизни. Потому что и в жизни вам придется преодолевать очень много сложностей. Но я уверен, что именно спорт поможет вам достичь тех мер вершин и обеспечит реализацию ваших желаний. В ближайшие три дня юные спортсмены будут выяснять, кто из них сильнее в баскетболе, волейбое, хоккее, регби, мини-футболе и других видах спорта. Соревнования являются краевым этапом всероссийских президентских спортивных игр. В рамках этого проекта школьники не только состязаются между собой, но и общаются с представителями популярных спортивных клубов. Самые талантливые смогут продолжить профессиональную карьеру. Здесь все взаимосвязано. У клуба есть своя детская школа. Мы проводим детские турниры. И школьная лига это как раз позволяет увидеть молодых девчонок и пацанов, которые могут стать профессионалами и уже пригласить их в свою школу. Развитие спорта – одно из приоритетных направлений в городе и крае. Особое внимание уделяют молодежным соревнованиям. Сейчас Красноярск борется за право провести универсиаду. И, возможно, кто-то из участников школьной спортивной лиги будет выступать за сборную России. У юных спортсменов впереди еще шесть лет, и они утверждают, что не собираются бросать спорт. Здесь очень понравилось выступление, как встретили. В принципе, очень тепло, все нравится. Ну а сами к чему в дальнейшем стремитесь? Хочу научиться, как можно больше, достичь в футболе. Хочу попасть в команду Енисея Красноярского края. Соревнования продлятся до 8 мая. Игры будут проходить на главных спортивных площадках города. Все желающие могут прийти и поболеть за любимую команду. Вход свободный. Эту и другие темы я предлагаю обсудить на нашем сайте afontovo.ru. Также, если у вас есть новости, вы можете звонить лично мне. Мой телефон 285-56-53. Димит Лабушев, Дмитрий Яковлев, Афонтова. Новости.